Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Надежда Калинина. В прямом эфире «Союз онлайн» и утренняя программа «Четверть часа». 73 года назад, 8 мая 1945 года, в предместе Берлина Карлхорсте в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил. «Великая Отечественная война оставила глубочайший след в жизни всего населения нашей страны. Победа далась слишком большой ценой, ведь миллионы, сложивших свои головы за родину, были чьими-то детьми, супругами, родителями. Каждая семья лишилась кого-то из родных и близких». Ученица лицея имени Александра Ивановича Данилова из города Уварова Наталья Таранова создала фильм «Живы в помощи». Картина рассказывает о нелегкой доле священника Степана Стенина и его семьи в военные годы, о силе молитвы, любви и упования на волю Господа. Мне кажется, что нет в мире такого человека, который ни разу в жизни не был в музеях. В школьную программу обязательно включены экскурсии в разные музеи. Это и хранилище памяти старших поколений, и урок на будущее нам, молодому поколению. Мы с мамой любим посещать музеи. Для нас это маленькая семейная традиция. Где бы мы ни были, в большом городе или в небольшом поселке, мы обязательно зайдем в местный музей. В одном из них я познакомилась с экспозицией о Степане Стенин, священнике, внесшем свой вклад в великую победу на трудовом фронте. Эта история заставила меня о многом задуматься. В Умирском историко-краеведческом музее бережно хранится семейный альбом семьи Стениных. В нем собрана история нескольких поколений. Здесь, в письмах и фотографиях, можно проследить нелегкую долю семьи священников в военные и послевоенные годы. Документы относительно недавно попали в музей, до этого момента бережно хранимые в семейном архиве семьи Стениных. В советское время даже упоминать об этом было просто, наверное, нельзя. И вот я сама знала Николая Степановича Стенина, он работал учителем у медской средней школы. Но никогда Николай Степанович не говорил, что отец у него священник. И вот только после его смерти Николая Степановича, после смерти его жены, тоже учительниц Любови Васильевны Стениной, сестра ее Галина Васильевна Маняхина дала нам часть документов. А часть документов отдала внучка Степана Ивановича, Людмила Николаевна, ныне тоже покойная. И вот мы из этих документов и сделали выставку, на основе этих документов сделали выставку. Глава семьи Степан Иванович Стенин родился в селе Троицкое у медского района Тамбовской области. В 1900 году в семье крестьянина-бедняка. С раннего детства он вместе с отцом Иваном Павловичем работал в поле. С детства он любил посещать храм села Глуховка, Казанский храм. И часто помогал настоятелю этого храма. Ну и вот, видимо, в связи с этим дальнейшая его жизнь связана со служением Богу и Церкви. В 1920 году женился на Горячевой Марии Васильевне. В скором времени Степан был принят псаломщиком в храм иконы Казанской Божьей Матери села Глуховка. О том, как он выглядел, можно судить по фотографии 40-х годов. На ней Степан Иванович в одежде священнослужителем. С началом Великой Отечественной войны главу семейства в 1941 году направили служить на трудовой фронт. Вплоть до 1946 года он находился в городе Челябинске, работая на заводе. Его супруга Мария Васильевна с пятью маленькими детьми осталась на попечении старшего сына Николая. Но ненадолго. И он в 1942 году ушел на фронт. Николай Степанович участник Сталинградской битвы и битвы за Берлин. Возможно, пройти все ужасы того времени и выжить сыну священника помогла молитва «Живые в помощи», собственноручно написанная для него его отцом. Николай Степанович бережно хранил ее в нагрудном кармане всю войну. Не расставался с ней до конца своих дней. Сейчас она хранится в музее, как доказательство того, что молитва и вера помогают преодолевать все беды и трудности. Среди экспонатов музея письма Степана Ивановича Стенина домой, любимой жене Марии Васильевне и детям, сыну Николаю на фронт. Это документы, над которыми не властно время. Степан Иванович пишет о том, что его волнует, беспокоится своих близких. В каждом его обращении к жене чувствуется неподдельная любовь. Здравствуйте, любимая Мария Васильевна и милые дети Лида, Митя, Наташа и Зима. Шлю вам чистосердечное почтение и с любовью низкий поклон. И желаю от Господа Бога доброго здоровья и всякого благополучия. Вера и любовь спасали людей в те страшные годы войны. Дорогая Маша, ты пишешь, что видела меня во сне и очень хотелось наговориться с ним. И этого тоже очень и очень желаю. Услышать ласковое словечко хотя бы во сне. Но не огорчайтесь, Маша. В жизни Господь дает свою благодать и вновь всем и счастливо заживем. Также отец Скипан очень переживал о сыне Николая, находящемся на фронте. Я часто теряюсь и падает сердце от твоей молодой жизни. Боюсь за тебя и тут же призываю милосердие Божие о спасении и победе над врагом человечества гитлеровскими разбойниками. Вы бейте врагов, а мы здесь вам поможем. С новоустроенных заводов, откуда выходят танки, пушки, самолеты и снаряды. Несмотря ни на что, Степан Иванович выжил и в 1946 году вернулся на родину, где его ожидали жена и дети. После войны отец Степан был направлен служить настоятелем казанского храма в селе Курдюки Линжавинского района. Удивительная история жизни священника Степана Стенина. Человека, пронесшего веру и любовь к Богу и ближнему через все трудности жизни. А может, это они помогли ему все пережить? Мне стало интересно узнать, где служил и жил последние годы своей жизни отец Степан. Оказалось, что казанский храм в селе Курдюки возвышается и сейчас. Там до сих пор совершаются богослужения. А главное, отца Степана там помнят и по сей день. Я молодец, я знаю. Жил он на Веселом, поселок Веселый. Приехал он с этого сумета. Отслужил здесь 25 лет. В этом храме, в холодном. Ну и потом, что еще могу сказать. Венчался у него, крестился у него. И он ноги тут крестил и венчал. Так что, все его тут знают. Батюшка был хороший. Здесь отец Степан служил 25 лет. Скончался батюшка в 1975 году. Несмотря на прошедшие почти полвека, его помнят в Курдюках и в Умете. Заупокойные молитвы о нем совершают в Казанском храме. А на могилке время от времени появляются цветы. Еще долго я думала об отце Степане и его семье. Меня поразила его уверенность в милость Божию. Она, наряду с бесконечной любовью, сквозит в каждом его письме жене и призывает не унывать. И это в те страшные годы войны? А мы часто уходим в депрессию из-за сломанного планшета или от того, что у нас нет той вещи, которая нам хочется. Отец Степан, занимаясь непосильным трудом во благо Родины, не падал духом. Неудивительно, что личность этого батюшки надолго оставила след в сердцах людей, которые его до сих пор помнят. Можно многое сказать и о силе молитвы, спасшей Николая Степановича на фронте от смерти. Анализировать жизненный путь священника Степана Стенина и его семьи можно еще долго. Но выводы каждый должен сделать свои. Я же для себя вынесла многое. Есть имена, есть такие даты, они нетленной сущности полны. Мы в буднях перед ними виноваты, не замолить по праздникам вины, и словословья, музыку и громкой не заглушить их памяти святой. И в наших будут жить они потомках, что, может, нас оставят за чертой. Эти поэтические строки написал Александр Твардовский. Сколько стихов посвящено Великой Отечественной войне. В числе поэтов-фронтовиков Константин Симонов, Юлия Друнина, Михаил Исаковский, Степан Щипачев. Их стихотворное свидетельство обязательно стоит читать сегодня. Темы «Человека на войне» продолжают волновать и наших современников. Так поэт Андрей Слоним посвятил тому страшному и героическому времени произведение «Карусель». Это стихотворение из цикла, посвященного теме войны. Но свято почитая героев и ветеранов Великой Отечественной, я убежден, что тема этой войны не ограничивается только конкретной войной Великой Отечественной 1941-1945 года. Война как явление, несоразмерное с человечностью, несовместимое с высшей задачей творения Божьего, она наносит очень тяжкий отпечаток на души всех поколений. И вот такое необычное стихотворение о войне у меня родилось в преддверии одной из юбилейных дат Победы. Она как-то будет в себе многие мысли, эта дата, и стихотворение называется «Карусель». Почему, станет понятным. В старом парке средь массы людей в этот вечер он встретился с ней. Он увидел в заветный тот час свет небес сквозь лазурь ее глаз, и под странную звонкую трель их кружила в огнях карусель, и неслись они с солнцем в сердцах на игрушечных добрых конях. Был наутро обычным рассвет, только странно багровым был свет, и встревожил слух чутки земли, то ли гром, то ли взрывы вдали. Страшный грохот прорвал тишину, вихрь принес в это утро войну, и в шинели солдатской своей в тот же вечер простился он с ней. Распахнула железная дверь в хаос смерти, терзаний, потерь, и, теряя, страдая, скорбя, он спасал лишь любовью себя. В некий день он, устав отступать, оказался в том парке опять, защищая в жестоком бою карусель и отчизну свою. Но снаряд, слепо ищущий цель, страшным взрывом разнес карусель, и упали, прервавший свой бег, чудо-кони на пламенный снег. Бой затих, осадив на бегу, городок тот не сдался врагу, и герой наш пытался опять в пепелище ее отыскать, но напрасно искал след и знак, и войны непрогляднейший мрак поглотил в лабиринтах своих милый облик, как сотни других. Боль души всю загнав в глубину, он отважно прошел через войну и увидел в победный апрель под Берлином в саду карусель, и все ожило, вспыхнув в мозгу. Те же кони, застыв на бегу, мчать стремились в дыму, в пустоте всех, кто хочет к заветной мечте. А вокруг догорала война, а в шинели потертой она вновь сидела, как в сказочном сне, на игрушечном добром коне. Все затихло, без скриков, без слез, словно в царстве всех сбывшихся грез пораженные дети земли вновь друг друга в тот миг обрели, и без крятв, без напыщенных слов, в миг разрушенных жизни основ, под войны смертоносную трель обвенчала их там карусель. Что же дальше? Я право же мог, чтобы украсить и форму, и слог, о безоблачном счастье сказать, но изрядно тем жизнь оболгать. Да, всю долгую жизнь был он с ней, хоть познал адский круг лагерей, хоть несла через риф и мель их скитаниях жизнь карусель. Мчались годы, их дети скорбя в войнах новых познали себя, чтобы в сменах прорывов и тризн отстоять и надежды, и жизнь, чтоб, вернувшись из боя в свой час, вновь постичь глубину милых глаз, продолжая в потомстве своем все, что вечным мы кругом зовем. А в ушах все гремела война, и в начертанный день своя жена, не успев слов последних шепнуть, отлетела в извечный свой путь. В тот цветущий и горький апрель он разрушенную карусель, не жалея слабеющих сил, в парке заново восстановил. И с тех пор он в венце седины, в старый парк, возвращаясь с войны, снова видит мечтой упоен, как в толпе с ней встретился он. И под вечную звонкую трель их несет, как тогда карусель, сквозь потери надежды и страх на игрушечных добрых конях. «Будем жить» — вот девиз пасхального марафона на телеканале «Союз». В дни празднования Великой Победы эта фраза звучит особенно жизнеотверждающе. О Дне Победы и о нашем пасхальном марафоне будем говорить сегодня. Пока у меня все, увидимся в начале следующего часа. Субтитры создавал DimaTorzok